Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забывая про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розык шариатцы, ребятки. Ребята, будем слушать альбом Слава КПСС. Каждый день по одному треку, ребятки. Давайте наслаждаться. Он мне очень нравится, этот молодой человек. Очень талантливый исполнитель. Очень. Я слушала его альбом один. Мне очень понравился. Очень, знаете, такой интересный альбом, да? Скажи, душевный, да? Много он что рассказал о своей жизни, о своем детстве, о том, как он живет сейчас, чем занимается, чем он дышит вообще. Ну, о своей жизни, ребятки. Давайте начинать альбом смотреть его, да? Новый. Это не новый, это старый. Ну, для меня он новый. Слушай, я вот хочу вызывать картинку, я не пойму. Что здесь нарисовано? Вижу пальцы. А? И что это такое? Какая у тебя версия? Что на картинке нарисовано? М? Помимо, еще тут есть глаза, кажется, похоже вообще на ветки деревьев. Угу. Абстракция какая-то. Угу. Так, ребятки. Слава КПСС для меня очень хороший мальчик. Мне он очень нравится. Мне нравится, как он батлер нравится, как рэпер, как мелодичный исполнитель мне нравится. С удовольствием хочу послушать, ребятки, его очень, очень такой умный трек, да, скажи. Интересно слушать его, как он, о чем он думает и какие у него мысли, да, посещают его. Вот он рассказывает нам о своих мыслях. Давай смотреть и слушать, ребятки. Война, логи, кормятся духи вайны. Я от нее ли, ты не выбирал, но ты не сверху. Время пустил шмерцы, ты финис или фер. А-ля горком, а-ля горроу. Посыпая ты по полуфомиллионеры, сручок. Скажешь, виноваты всем, а ведь мы это допустили. Мне так стыдно, что я больше не вернусь в Россию. Они говорят, это было недостаточно. Восемь лет на города горючие остадочки. Сыпали гады, готовь летом садочки. Не было выбора не дать им сайчку. Ты молчал тряпочку, денежку Донбассу. Не послал, дай на смерть, не поебай. Тебя русских людей, брату, брат, ты коллаборант. Фронт тебя ждет, долбоеба, ты мой зать. Хочешь жить теплее, состаркни по-русски. Тыкви на лат и лату. Что-то я не поняла. Нормально, разговаривай. Что-то я не поняла, про кого он поет. Что-то я не поняла вначале. Ребят, не поняла вначале смысл я. Давайте наслушаю я. Что-то непонятно, о ком он поет. Хмурые детки, государства, корпорации. Говорят, да, это ты мало сделал, мало работал. Не смог обстоятельства абортировать. И вот исчревались демоны. И действительно, я в ответе за все. Простите, извините, извините еще раз. Если б не моя равнодушность и слабо. И зло бы никогда всерьез не принялось за вас. А после кто-то старый, кому уже все до пизды. Нажмет на красную кнопочку, не развязав узла. И люди прекратятся. Станет тихо и спокойно. Никто не виноват, и в мире больше нету зла. Так, друзья, вот что я поняла. Кстати, вот есть интересный момент. Если современных людей взять, современных. Да. И провести честное голосование. Да. Хотели бы вы, чтобы на Землю упал астероид. Или хотели бы вы, чтобы вся планета взорвалась. Я думаю, что процентов 90 хотели бы, к сожалению. Да. Потому что люди, когда летит астероид, люди пишут. Родненький, не подведи. Попади наконец уже в Землю. И так далее. Вот сейчас такая тенденция у людей. У всех. Ну, это знаешь, кто бы сказал. Не у всех, конечно. У большого количества людей. Много людей хотят, чтобы это все прекратилось. Чтобы астероид наконец, как с динозаврами, покончил с планетой. Да, да. Многие хотят. Многие, но не все, да. Ну, маленький процент людей не хочет. Но я думаю, что огромный процент. Не против был бы, чтобы астероид или какая-то черная дыра засосала бы Землю. А кто не хочет, ты знаешь? Кто? Да миллионеры, мне кажется, не хотят. Нет, 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 нет. Не хотят люди, которых, в принципе, все устраивает. А что их устраивает-то? Да, я тоже об этом слышала. Нет, ну, комментарии достаточно почитать просто комментарии. Например, еще раз. На Землю летит гигантский астероид. Вероятность, что он столкнется с Землей там 20%. Люди прям мечтают, чтобы он упал. Да не подведи, родненький. Наконец-то попади уже в эту Землю. Да, да, да. Тенденция есть у современных людей. Такая тенденция все-таки есть. Очень ярко прослеживается. Да, слушай. Ну, а вот сейчас вот мы, вот я скажу тебе, да? Какую-то статью я читала недавно, вот прям недавно, да? Прочитала. В тридцатом году, в тридцатом, тридцатом. Сплетни решила рассказать. Нет, я читала. Какие прочитала. Да, да, да. Страшно, что будет с Землей твориться. Люди вообще другие будут. Все изменится. Вот как может измениться все? Вот как? Да легко и просто. Ну, как может человек измениться? Я не понимаю. Ну, как? Ну, даже сейчас можно посмотреть, что с людьми происходит. На что? Скоро люди все будут на одно лицо. Скоро люди будут как киборги. Будут летать по небу, там, железные машины, железные птицы. Там 100-150 лет назад говорили. Все сбывается, в принципе. Это возможно. Скоро люди похожи. Они делают же разные операции. Да, вот, ну, киборги. Они реально не одинаковые становятся. То есть, на одно лицо говорили же многие писатели про это. Что планету ждет. И еще раз, даже молодые люди, они сегодня говорят, зачем мне идти в школу, зачем мне идти в институт, зачем мне идти на работу, зачем мне рожать детей. Поскорей бы еб астероид. Вот реально. Да, да. Или метеорит. Да. Страшно, да. Ну, просто такая тенденция. Сейчас слишком хорошо люди живут, и уже, знаешь, лень вообще что-либо делать. Да, и хотят, чтобы поскорее бы все это закончилось. И все. И, ну, вот Слава, в принципе, про это и поет, что один из вариантов развития событий. Это возможно. Ну, что, ребятки, голос у Славика очень красивый, да? Мне он нравится, ребят, Слава. Очень нравится. С удовольствием послушала его трек, ребятки. Ну, я поняла его мысли, о чем он думает, ребят. Ну, 90% людей об этом думают. Можно просто зайти в новости, посмотреть, что происходит на планете. Да. Да, да, да. Ну, все-таки я рада, что я в России. Я рада. Никуда не хочу, ребятки, никуда. Нет, ну, по поводу России, например, в Телеграме все сидят, вот включили просто буквально, недавно видео попалось. В Нью-Йорке в метро что происходит? Просто мы, русские, например, не привыкли к тому, что могут, например, ну, психически неуравновешенные люди, ну, со справкой, да, просто свободно гулять. И там выполнять свои какие-то человеческие потребности прямо в метро, например, да. Просто для нас это дико. Ну, если уж касается там страны, кто где живет. У нас вообще другая сторона. Я рада, что есть. Поэтому мнений много, каждый думает так, как он считает нужным. Ну, астероид, возможно, один раз все-таки прилетит. Ну, конечно. Или что-то произойдет, то, что поет слава. Как же, а как же. Ну, что, ребятки, послушали, да? Мне понравилось очень, как я сюда вас им послушала. Каждый день будем слушать по одному треку, друзья. Пока, мои хорошенькие.